Сначала коричневый, потом бордовый, потом опять зелёный. Смотрите, какая игра. И внизу, соответственно, тоже восторг просто. Просто волшебный. Последние штрихи и реставрация мозаичного панно на южной стене Свято-Троицкого храма будет завершена. Мастер Игоря Лавриненко, на счету которого спасение множества подобных объектов по всей стране, не перестаёт удивляться красоте Балаковской иконы. Ещё ярче она заиграла красками после того, как реставраторы и его помощники потрудились над её восстановлением. Так это вензель Александра Фролова, создателя фирмы. Вот это буква «Ф». Видите, да? А это «А». Ещё одна «А». Так вот это вот не было видно вообще. То есть оно было соскоблено. Вот мы отполировали, и теперь она играет по-настоящему, как должна была быть. Взгляд спасения рукотворного направлен в город. Наверное, именно поэтому икону особенно тщательно пытались убрать со стены храма в советское время. Икона сильно пострадала. Я думаю, что ещё бы лет 10, и, наверное, она бы упала совсем. То есть речь идёт о укреплении, в первую очередь, иконы, потому что там такие огромные ниши пустоты оказались за счёт воды, которая попадала, за счёт непогоды, мороз распинал. Ну и икона сама пострадала. Её же ведь и били, и закрашивали. И что только икона такая мученица. Работы над мозаикой спасения рукотворного начались в прошлом году при поддержке Фосагра. Компания уже помогала с восстановлением образа Святой Троицы над центральным входом в церковь. Теперь вот поддержала реставрацию второй мозаики. На зиму мастера сделали перерыв. Надо было выдержать время, чтобы посмотреть, как повлияет мороз на восстановленные участки панно. Весной стало ясно, всё получилось, и мозаичисты с ещё большим усердием принялись за продолжение работы. Они не только восстановили утраченные кусочки смальты, но и заполнили пустоты специальным составом. Мы вскрывали, вынимаем элементик, сверлимся туда, инъектируем, потом элементик обратно, и всё заделывается наглухо. Для того, чтобы воссоздать переходы каждого цвета на мозаике, пришлось заказывать по два-три оттенка смальты, близких к оригиналу. Игорь Лавриненко говорит, что такое многообразие красок в мозаиках встречается нечасто. Для реставрации, для воссоздания я купил 296 оттенков смальты. Каждый оттенок, каждый цвет, растяжки вот этих оттенков я делал в выкраски живописные, а потом, естественно, и эту смальту мне изготовили на фабрике специально под заказ. По словам реставраторов, есть идея воплотить замысел архитектора храма Фёдора Шехтеля, с ноля создать икону, которая должна была разместиться на центральном фасаде. Под неё даже место предусмотрено. Остался только такой грубый набросок самого архитектора Шехтеля и его предположения, пожелания. Знаем текст, молитвенный текст. Прихожане уже обращаются к мастерам с ещё одной просьбой – привести в порядок образ Богородицы на северной стене. Она не так сильно пострадала, но всё-таки требует внимания. Но это дела будущего. Реставрация же иконы спаса нерукотворного завершится со дня на день. А в конце этого месяца должно состояться её освещение.